приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня приготовим очень интересный сыр родом из Англии называется стилтон википедия утверждает что стилтон является одним из лучших сыров с голубой плесенью в мире давайте это вместе проверим готовить мы будем с помощью сыроварни которую разработали вместе с Ларисой можете посмотреть по ссылке в описании обзор этой сыроварни также будет ссылка на покупку сыроварни в интернет-магазине сырок.com.ua если у вас нет сыроварни совершенно не беда когда-нибудь вы ее точно захотите купить я уверен на самом деле не пропагандирую покупку сыроварни просто сыроварня получилась классная ну посмотрите обзор так вот если нет сыроварни используйте две кастрюли классическую водяную баню берете большую кастрюлю наливаете в нее воды помещаете в нее меньшую кастрюлю так чтобы она ручками опиралась на бортики большей и донышком касалась поверхности воды всю конструкцию ставите на нагревательный прибор то есть на любую плиту на газовую на электрическую на магнитную если вам так удобнее но не внутренне кастрюлю уже потом готовите сыр очень многие видео рецепты делают вот в интернете очень много видео рецептов делают сыр прямо на плите так делать нельзя сейчас вкратце объясню по какой причине в процессе созревания молока мы вносим него заквасочную культуру и эта культура должна какое-то время но вы сейчас увидите какое-то время должна размножаться расти в молоке и повышать кислотность при контакте поверхности как кастрюли с нагревательным прибором допустим с газовой горелкой донышко нагревается до температуры 250 300 градусов соответственно все молоко которое касается этого донышка а но там за счет нагревания циркулирует естественно вот все молоко которое проходит свой этом этап циркуляции возле донышка она пастеризуется все в молочнокислые бактерии умирают в результате мы не получим нормальную кислотность молока перед несением фермента соответственно не получим нормальный сгусток и не получим нормальный сыр поэтому я вас всех призываю даже если вы начинающий сыровар делаете свой первый или второй сыр не верьте когда говорят что в кастрюле все это на плите можно сделать это неправильно делайте на водяной бане стилтом мы сегодня будем варить из 10 литров молока и надеюсь литров молока нам надо пол литра сливок не спрашивайте меня какой жирности сливки сливки собранные с молока и жирность и я не мерял то есть мы взяли еще банку молока собрали с неё пол-литра сливок даже больше чем с банки до получается вот и эти сливки используем если вы покупайте сливки в магазине то чем жирнее будет следки тем вкуснее и соответственно с более высоким процентом жирности, получится ваш стилтон. Поэтому, если не в магазине покупаете, а покупаете у фермеров, как мы, не заворачивайтесь с жирностью, просто соберите там еще с банки трехлитровой сливки. Если не хватит с трехлитровой банки, там еще с одной дособерите, чтобы у вас получилось дополнительно пол-литра слива. Обязательно следует помнить при приготовлении любых сыров о сыропригодности молока. Магазинное молоко в первую очередь подходит, только пастеризованное. Ультрапастеризованное молоко и молоко длительного хранения, гомогенизированное молоко не подходит для приготовления сыра. Только обычное пастеризованное молоко в пакетах, либо в бутылках, если где-то еще в бутылках продается, чтобы срок хранения у него был не больше недели. Если у молока срок хранения месяц, оно не подойдет. Далее свежее фермерское молоко, которое вы можете купить на рынке или у знакомых, у своих фермеров. Молоко обязательно должно пройти бактериоцидную фазу. Сразу же после дойки молоко имеет в своем составе определенные бактерии, которые противодействуют, вернее, закисанию. И, соответственно, если мы взяли молоко час после надоя, пытаемся в него внести молочнокислые бактерии, эти бактерии тоже погибают. То есть молоко у нас не повышается кислотность, и к моменту внесения фермента у нас просто сгусток не образуется из этого молока. Поэтому молоко должно быть выдержанное, оно должно созреть. При температуре 10 градусов как минимум 12-14 часов. При более высокой температуре бактериоцидная фаза заканчивается немного быстрее. То есть при 15 градусах это уже будет 10 часов. Но лучше всего для приготовления сыра летом использовать вечернее молоко, вчерашнее и вечернее, сегодня утром. А зимой можно использовать вчерашнее дневное или вчерашнее утреннее, сегодня утром. Тогда у вас наверняка не будет никаких неудач и получится нормальный сырок. Все сыры с плесенью, не только с голубой, но и с белой плесенью, я рекомендую готовить из пастеризованного молока. То есть прежде чем готовить сыр, молоко следует пастеризовать. Для этого нагреваем молоко до температуры 65 градусов, выдерживаем паузу 15 минут и охлаждаем до температуры внесения заквасочной культуры. Обычно это 30-32 градуса. Если вы готовите сыры недлительного срока созревания, допустим голландской или российской группы ломтевые сыры, тогда можно делать из непастеризованного молока. Но опять же таки будьте внимательны, разные бывают хозяева, разные бывают фермеры. Если вы четко знаете, что фермер чистоплотный, что животное содержится в чистоте, и самодойка животных происходит тоже в чистоте, а не в каком-нибудь гуану, простите, тогда можно использовать непастеризованное молоко. Если есть хоть маленькие сомнения, молоко следует пастеризовать. И сразу же охлористом кальций. О нормах внесения охлористого кальция, сколько бы мы не выкладывали рецептов, все равно получаем вопросы. Нормы внесения охлористого кальция по ГОСТу, по государственному стандарту, в пастеризованное молоко 30-40 грамм сухого хлористого кальция на 100 литров молока. Соответственно, мы готовим 10% раствор хлористого кальция, и норма внесения у нас 3-4 миллилитра 10% раствора на каждый литр молока. По поводу непастеризованного молока. В теории, в непастеризованное молоко хлористый кальций добавлять не нужно. Но практика показывает, что когда в непастеризованное молоко добавляешь все-таки хлористый кальций, улучшается его сыропригодность, получается более стабильный сгусток, меньше пыли при нарезке, и сгусток как бы и больше по весу выход сыра. Поэтому я рекомендую использовать минимальную дозу хлористого кальция, где-то 1 миллилитр 10% раствора на литр молока при работе с непастеризованным молоком. Хлористый кальций – это никакая не химия, это обычная соль, такая же, как поваренная соль, только поваренная соль имеет формулу кальций-натрий-хлор, по-моему, натрий-хлор, если я не ошибаюсь, а хлористый кальций имеет формулу кальций-хлор. То есть это обычная соль кальция. Это совершенно не вредно, и совершенно ничего химического здесь нет. Добавляя в молоко раствор хлористого кальция, мы стабилизируем количество кальция в молоке, и, соответственно, построение сгустка у нас проходит более прогнозируемо, более стабильно. Но это мое мнение, друзья. Если вы считаете, или религия не позволяет с хлористым кальцием делать, или считаете, что это неправильно, нет проблем, не пастеризованное молоко можно не добавлять. Сыр у вас все равно получится. В пастеризованное добавлять обязательно сыр не получится без хлористого кальция. Кроме кастрюли, водяной бани или сыроварни из оборудования нам понадобится форма для приготовления сыра. Я вот все время рекламирую свою форму. Эта форма сделана из 150-миллиметровой трубы для вентиляции. Она очень удобна тем, что она высокая, получается красивая голубка и форма без донышка. То есть сыр можно переворачивать, его не обязательно вынимать из формы, а просто вот так переворачивать. Вы увидите. В этой форме я сам насверлил отверстие диаметром 2,5 миллиметра. Она уже испробована неоднократно нами. Поршень подходит от обычной килограммовой формы, которая продается в интернет-магазинах. Значительно удобнее работать, чем с формами с донышком. Также нам понадобится марля для того, чтобы процеживать молоко. Мешалка, нож для порезки густка. Ну или если у вас есть такая чудесная штука, как лира, то понадобится лира. Ну вот, собственно говоря, из оборудования все, что необходимо. Кстати, рецепт сыра очень простой. Я сейчас больше говорю, чем мы его будем делать. Из ингредиентов нам понадобится... Ну, сегодня мы делаем сыр из набора. Набор, предоставленный нам интернет-магазином сырок.com.ua. То есть нам понадобится набор для приготовления сыра. Если вы живете не в Украине, будете покупать ингредиенты по отдельности, то в описании вы найдете не только пошаговый рецепт сыра, но и количество всех ингредиентов и все необходимые ингредиенты для приготовления этого сыра, чтобы купить их по отдельности. И количество их. Не забывайте, если заказываете в интернет-магазине сырок.com.ua, что если вы заказываете на сумму больше 200 гривен, то доставка у вас бесплатна. То есть, если хотите приготовить один сыр, может есть смысл заказать что-то еще, добить до суммы 200 гривен и получить бесплатную доставку. Потому что на сегодняшний день у нас подорожали услуги почты и фактически стоимость одного набора для приготовления сыра равна стоимости доставки. Вот, кстати, все наборы проверены. Мы уже очень давно работаем, уже полгода работаем с ингредиентами от интернет-магазина сырок.com.ua и очень довольны. Что входит в набор? Входит мизофильная негазообразующая закваска, входит бактерии споры голубой плесени, благородной голубой плесени, пенициллину мракфорти и входит микробиальный молокосвертывающий фермент. Молокосвертывающий фермент, я также в описании указываю микробиальный фермент. Вы можете использовать любой молокосвертывающий фермент, по большому счету, который вам доступен. Можно использовать сычужный животный фермент, но я все-таки рекомендую использовать либо растительные, либо микробиальные ферменты, потому что более стабильный сгусток и, самое главное, у этих ферментов меньше требования к условиям хранения. Допустим, сычужный фермент животный, его достаточно при пересылке почтой один раз перегреть, и он теряет там 50% своих свойств. Опять же, мы получаем плохой сгусток. Ну вот, собственно, и хрунистый кальций, конечно, в том же магазине можно заказать, сырок он юар, либо же, может, у вас он есть. Друзья, давайте готовить сыр. Перед пастеризацией сырое молоко обязательно процедить. Фермер, при... ну, нормальный фермер во время дойки, после дойки он процеживает молоко. Но молоко у нас созревало, подымались сливки, образовывались небольшие сгусточки молочные. Если мы нальем молоко, то есть о соринках мы не говорим, потому что мне постоянно пишут, что ты рассказываешь, хороший фермер процеживает молоко, да, процеживает. Но молоко созревает. Он сейчас попробует показать, если здесь есть. Ну, вот, минимальный есть, ну, вот такой вот маленький сгусточек, да, не знаю, видно на камеру, не видно. Их единицы. Но, когда мы, если мы не процедим молоко и будем его использовать таким образом, после того, как мы внесем закваску, то есть молочно-кислые бактерии, колонии бактерий будут формироваться вокруг этих сгусточков и не произойдет равномерное закисление молока. Ну, соответственно, со всеми вытекающими из этого последствиями. Сюда же в молоко перед пастеризацией отправляем сливки. Ну и, конечно же, их тоже процеживаем. Итак, друзья, включаем нагрев, включаем мешалку, для того, чтобы молоко у нас нагревалось более равномерно. Если варите быстро варнии, то, соответственно, просто время от времени во время нагрева его помешивайте. Накрываем кастрюлю крышкой для того, чтобы никакая грязь туда не летела. И я хочу сказать несколько слов о рецепте. На сайте интернет-магазина сырок.com.ya продаются готовые наборы и к этим же наборам вы сразу же получаете рецепт приготовления сыра. В данном случае мы, в принципе, готовили практически все рецепты, их попроверяли. Рецепты классные, то есть по ним все получается, никаких проблем нет, можно смело готовить. Но в данном случае мы отходим от того рецепта, который размещен на сайте интернет-магазина сырок.com.ya и делаем по более, на мой взгляд, классическому рецепту. Немножко изменена технология. Мне кажется, что это более правильно. Тот рецепт, который размещен на сайте, как по мне, так он очень уж похож на горгонзолу, ну за исключением мелочей. Все-таки я нашел в англоязычной версии оригинальный рецепт и вот сегодня варим по этому рецепту. В описании вы сможете его прочитать, друзья. Итак, сейчас мы нагреваем молоко до температуры 65 градусов. Я не буду всего этого показывать. Выдерживаем паузу 15 минут, пастеризуется молоко, потом охлаждаем до температуры 31 градус. И вот на этом этапе, я к вам вернусь, мы начнем вносить молоко в закваски. Молоко пастеризовалось, охладим его до температуры 31 градус, вносим раствор хлористого кальция и перемешиваем. На 10 литров вношу 35 мл 10% раствора хлористого кальция. Перемешиваем, оставляем на 3-4 минуты. Далее останавливаем перемешивание и внесем закваску. Мизофильная закваска прямого внесения. В первую очередь надо закваску рассыпать по поверхности молока и оставить ее на несколько минут, чтобы порошок регидратировался. Далее хорошенько перемешаем закваску вот такими движениями. Можно было мешалкой перемешать или шумовкой движениями вверх-вниз, чтобы культура закваски распределилась по всему объему молока. Накрываем все это дело с крышкой и оставляем кваситься, на самом деле повышать кислотность на 60 минут, на 1 час. При этом температуру поддерживаем в пределах 31 градуса, плюс-минус 1 градус. Желательно, чтобы перепады температур были минимальные. Через 50 минут нам надо приготовить молокосвертывающий фермент. У нас молокосвертывающий фермент в сухой форме. В какой бы форме не был молокосвертывающий фермент, за 10 минут до внесения разводите нужное количество фермента в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. Через час вносим подготовленный молокосвертывающий фермент и хорошенько перемешиваем. Засекаем время. И на поверхность молока помещаем стерильную крышечку. Ну или кипяточком обдайте, или уксусом простерилизуйте. И ждем. Через некоторое время, сейчас крышечка спокойно крутится по поверхности молока, вот так вот. Через некоторое время она начнет прилипать. Это будет точка флокуляции, друзья. То есть, точка начала образования сгустка. И я вам расскажу, что делать дальше. Через 10 минут крышечка вот так вот хорошо, намертво практически прилипла к сгустку. Это значит, что она начала, видите, она как на резиночке. Я ее поворачиваю, она возвращается назад. Значит, начал образовываться сгусток. Мультипликатор или временной коэффициент для этого сыра 6. 10 минут умножаем на 6. Получается 60 минут. Итого, нам надо продержать сгусток еще 50 минут, то есть оставшееся время, поддерживая температуру 31 градус. Через час сгусток готов. Хочу вкратце рассказать, как определить, что сгусток готов, помимо вот этого метода по точке флокуляции. Этот метод действует в 90% случаев, но иногда дает сбои. Может быть, разное молоко, по-разному действует заквасочная культура, по-разному поднимается кислотность. Может быть, заквасочная культура не совсем жизнеспособная, тогда кислотность поднимается дольше. И сгусток, соответственно, будет образовываться дольше. Так вот, всегда, когда мы рассчитали время, в любом случае надо себя проверить. Проводим несколько тестов. Ну, во-первых, сгусток имеет ровную железообразную поверхность. Видите, при надавливании немножко прогибается. То есть, такое, как резиночка. Конечно, если в него воткнуть, то нож входит. Помимо этого, сгусток свободно отделяется от краев сыроварги. Если сгусток передержать, он начнет тонуть, и вот здесь вот начнет проступать сыворотка. А сейчас он именно хорошо отлипает. И третье, это тест на чистый разлом. Вот так вот вводим. И как бы нож или что-то, и отводим в сторонку. Или просто разламываем. Края сгустка должны быть ровные. Вот видите, они ровненькие, такие как глянцевые. Это все говорит о том, что сгусток готов, и можно приступить к нарезке. Нарезку проводим, как обычно, в несколько этапов. Режем сгусток на полосы, размером где-то полтора сантиметра. После того, как сгусток порезан на полосы, режем пемпендикулярно на столбцы. После того, как порезали сгусток на столбцы, оставляем его на пять минут в покое. Через пять минут на поверхности сгустка проступает сыворотка. Ее немножко тонет в сыворотке. Теперь разрежем его по горизонтали. Можно это сделать лирой. Если лиры нету, то используйте нож или шомпар, который вводим под углом 45 градусов. Должны получиться вот такие вот кубики. Оставляем сгусток еще на 20 минут. При этом поддерживаем температуру в пределах 31 градуса. Через 20 минут получаем вот такой вот эффект. Зерно осело на дно. Берем аккуратненько поломничка его и перекладываем в друшлаг, застеленный марлей. Так сильно не тормошим, чтобы пыль не создавать. То есть тут ключевое слово аккуратненько. После того, как переложили весь сгусток, оставляем его вот так вот где-то на час, чтобы он немножко стек. Прямо в друшлаге, с марлей, ничего не делаем. Единственное, что не выносим на холод. Все дальнейшие действия со сгустком вплоть до завтрашнего дня должны проходить при температуре 22-23 градуса, то есть в тепле. А через час я покажу, что сделать дальше. Через час сгусток конкретно подсел. Нам даже удалось содержимое двух емкостей переложить в одну. Теперь, друзья, накрываем его вот так вот и сверху помещаем небольшой груз. А я положу 2,5 килограмма. Оставляем на 12 часов, но в нашем случае на ночь. Внимание, не помещайте в холод, он должен стоять в тепле. А завтра утром продолжим делать наш стилт. Ассистент, скальпель, спирт, еще раз спирт, еще спирт, огурец, шашку, коня. Друзья, на следующий день можем работать с нашим сыром. Меня все троллят за то, что я без перчаток. Вот я решил одеть перчатки и потроллить всех, кто троллит меня. Сырочек сформировался. Имеет вот такой вот вид. Надо слить эту сывороточку. Нарезаем его кубиками. Размеры кубиков, ну, чем меньше будут размеры кубиков, тем более однородная у нас получится головка. Очень однородная, нам не надо. Она должна быть достаточно пористая. Поэтому кубики где-то на сантиметр на сантиметр. Вот таким вот образом. Марис, видно, там за сыром не загорожено, что я нарезаю? Ну, вот сейчас вот, когда ты убрал руки, все видно. Отлично. Вот такими кубиками, друзья, нарезаем. Сейчас я нарежу весь и продолжим. Далее, друзья, весь сырок порезали. Берем нужное количество пенициллину мракфорти и нужное количество соли. Все это дело хорошенько смешиваем. Надо именно хорошо перемешать, чтобы пенициллину мракфорти распределился по всему объему соли. Мы используем розовую гималайскую соль. Можно использовать морскую соль. Принципиальное значение, чтобы соль была не едированная. Равномерно просаливаем все наше получившееся зерно. Опять же, ключевое слово равномерно. При просаливании зерно начнет отдавать опять сыворотку. Это нормально. Этого не стоит пугаться. После того, как зерно посолено, застилаем форму марлечкой. Или используем мешочек, если у вас есть мешочек специально по размеру формы. И перемещаем все зерно в форму, уплотняя его слоями. Чтобы более-менее ровная головка получилась. После того, как зерно помещено в форму, видите, оно отдало часть сыворотки. Здесь осталась и соль, и наши бактерии пенициллину мракфорти. Поэтому отправляем вот эту сывороточку, этот волшебный эликсир сюда. Далее накрываем все дренажным ковриком. Это уже можно тут не выкладывать особо. И помещаем под пресс. Прессуем весом 5 кг в течение 24 часов. За эти 24 часа 4 раза перевернем форму. Просто если у вас форма без донышка, то берете ее, переворачиваете и прессуете на другой стороне. Если форма с донышком, то две формы вот так вот одна к другой. И переворачиваете сыр таким образом. Из одной, чтобы он перекатывался, ну, соскальзывал в другую, скажем так. Друзья, и через 24 часа мы будем продолжать с вами. Это еще не все. Через 24 часа нам надо освободить сырок от марлечки. Делаем это следующим образом. Сырок, выходи. Перемещаем его в форму и продолжаем. Смотрите, какой он получился. Такой красивый-красивый. Перемещаем форму и продолжаем выдерживать в форме. Уже не прессовать, а просто выдерживать. Сверху помещаем просто наш поршень без веса. Ну, или можно минимальный вес. Там буквально до килограмма, килограмм, полтора. И таким образом, вот просто с поршнем выдерживаем сырок двое-трое суток. В зависимости от температуры. Идеальная температура 20-22 градуса. Я посмотрю на его состояние и скажу, сколько у меня он выдерживался. Два раза в сутки, то есть утром и вечером, сыр переворачиваем в форме. И вот так вот, как бы, трое суток. Но я думаю, что все-таки трое суток он должен немножко подсохнуть. Почему мы не сушим его без формы, чтобы он не потерял форму? Дело в том, что если его оставить высыхать так, то сыр сплюснется и станет такой некрасивый блин. Ну вот, друзья, через двое-трое суток я вернусь и продолжим работу с нашим стилтоном. Итак, друзья, стилтон готов к следующему заключительному этапу своего жизненного пути. Нет, заключительный, конечно, будет после того, как мы его съедим. Вернее, тогда, когда мы его начнем есть. А сейчас, в первую очередь, хочу его взвесить. На этом этапе очень важно соблюдать гигиену. Вообще, на всех этапах 1181 грамм. Из 10 литров молока мы получили 1 килограмм 180 граммов сыра. Отличный выход. Теперь расскажу о созревании, прежде чем начать его прокалывать. Смотрите, созревать сыр у нас будет 3 месяца. Идеальная температура 8-10 градусов. И влажность 90%. У нас в камере влажность 75%. Мы не будем ее повышать, потому что созревают другие сыры. Также можно организовать созревание в холодильнике. На самой верхней полке, там, где теплее всего. Делаем вот такую вот приспособу. Контейнер. На дно контейнера помещаем бумажное полотенце. Дальше решетку и дренажный коврик. После этого поместим сюда сыр. И созревать он будет в контейнере. Я чуть позже расскажу регламент созревания. По поводу самого контейнера. На стенках будет проступать роса. То есть раз в 2-3 дня берете сухую салфетку или бумажное полотенце. Эту росу убираете. Таким образом мы обеспечим сыру нужную влажность. Примерно 90%. Далее сыр нужно проколоть. Я использую спицу. Обязательно ее простерилизовать. Чтобы она была стерильная. Где-то 2 трети глубины. Спица у меня диаметром 4 мм. Можно использовать ножку кулинарного щупа термометра. Но лучше потолще вот такую вот штуку. И вот таким вот образом по спирали делаем проколы. Смотрите, друзья. Проколы затягиваются. И чем тоньше предмет, которым мы прокалываем, тем больше шансов, что они затянутся. Если проколы затянутся и в сыр прекратится поступление воздуха, соответственно прекратится и рост плесени внутри. Мы не получим нужного результата. Бактерии пенициллином ракфорти аэробные. Им для роста обязательно нужен воздух. Поэтому где-то через 2 недельки смотрим на состояние проколов. Прокалываем, естественно, с двух сторон. Смотрим на состояние проколов. Если проколы затянулись, то также соблюдая стерильность, эти проколы реставрируем. Просто по тем же местам прокалываем сыр вновь. Помимо проколов сверху и снизу, делаем проколы в боковой поверхности. Вот так вот зигзагом. Далее помещаем сыр в контейнер и отправляем на созревание. Регламент следующий. Первые 3-4 недели переворачиваем сыр каждый день. Обязательное условие, иначе созревание будет неравномерным. Уже через 10-12 дней на поверхности сыра начнет появляться голубая плесень. Наблюдаем за этим процессором, любуемся и не забываем его переворачивать. К концу 4 недели, то есть через месяц, начинаем переворачивать сыр уже раз в 3-4 дня. Так часто переворачивать его не нужно. При этом не забываем протирать контейнер от выступившей влаги, если она выступает. Но чем дальше, тем влаги будут выступать меньше. Где-то через месяц можно первый раз взять ножом и аккуратненько соскаблить верхний слой плесени. То есть не надо его срезать, а просто вот так вот берете торцом ножа и просто соскабливаете, как бы счищаете. Таким образом мы будем формировать особую корку натуральную, которая присуща именно сыру с тилтом. Счистили плесень, поместили опять в контейнер. В конце второго месяца то же самое, счищаем плесень и помещаем опять в контейнер. Обязательно следим за проколами. Если проколы затягиваются, реставрируем их, прокалываем ноги, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха, для того, чтобы внутри сыра разрасталось, он же у нас пористый, и вот он с такой структурой внутри, вот в этих структурных проемах будет разрастаться наша голубая плесень. Но туда обязательно надо обеспечить доступ воздуха. Через три месяца, друзья, этот сыр созреет, и мы с вами встретимся на дегустации, чему будет посвящено отдельное видео. А пока отправляем его на созревание и любуемся нашим сырком. Друзья, рецепт проверенный, можете по нему смело готовить, тут никаких вопросов не будет. У нас был один рецепт, там где сыр с голубой плесенью, там где сыр получился не очень, это Дорблю. Мне он сам как бы, то есть он получился, но мне не нравилась форма и количество плесень. И этот сыр в ближайшее время мы переделаем, и об этом снимем новое видео. Немножко по-другому, другое у меня видение приготовления Дорблю появилось. Вот, поэтому ожидайте, скоро будет видео и с более правильным, на мой взгляд, методом приготовления сыра Дорблю. Что касается Стилтона, если есть вопросы, пожалуйста, под видео, в комментах, задавайте на все вопросы, мы ответим. Ждите дегустации через три месяца, будет интересно и главное, будет вкусно. Сыр с голубой плесенью, на мой взгляд, ну, самое классное, мне не больше всего нравится. Помимо этого, они открывают неограниченные возможности для всяких кулинарных шедевров. Как-то супчик с сыром с голубой плесенью, допустим, соус для стейков из сыра с голубой плесенью. Это вообще, это просто, ну, просто шедевр. Ну, вот, собственно говоря, по рецепту, наверное, все. Про вопросы я сказал, не сказал, что не забудьте же подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, нажать на колокольчик и поставить лайкосик. А мы с Ларисой готовим для вас новые сыры, колбасы и, конечно же, вкусный алкоголь, там, всякие пива, наливки и так далее и тому подобное. Спасибо за внимание, всего доброго, пока!